Приветствую всех читающих дома. Сегодня мы поговорим о книге Валерия Георгиевича Попова «Мой Петербург». Об этом городе с трехвековой историей написано немало, но все равно он остается загадкой. А мы вместе с автором окунемся в атмосферу этого необыкновенного города. Московский вокзал, Итальянская улица, Петропавловская крепость, но самое лучшее место на земле – это «Стрелка Васильевского острова в белую ночь». Именно с этой фразы начинается книга «Мой Петербург». История города, улиц, домов тесно переплетается с детством, юностью и с взрослением самого писателя. Когда читаешь книгу, понимаешь, что история Петербурга кроется не только в нарядных фасадах, но и живет в отдельном городе, в отдельном дворе. В книге много исторических фактов и много интересных знаковых личностей. Главы некоторые так и названы. Культовая личность Ленька Пантелеев, культовая личность Академик Павлов, культовая личность Салтыков-Щедрин, Гоголь, конечно же, куда же без Гоголя. Ну и писатели 20 века Анна Ахматова, Виктор Канецкий, Олег Григорьев, Иосиф Бродский. Все они описаны с юмором и получились очень живыми и колоритными. В заключении книги есть несколько рассказов Валерия Георгиевича с абсолютно дивными названиями. Петербуржцы людей не бросают, как я был богом, пропадать так с музой. В общем, не чтение, а сплошное удовольствие. Легкий и жизнерадостный стиль – это такие отличительные черты поповской прозы. В 2007 году вышла книга под названием «Культовый Питер», а в 2014 году выходит переиздание этой книги под названием «Мой Петербург». Я думаю, эта книга для тех, кому близка и понятна проза Валерия Георгиевича Попова, тех, кто любит Питер, часто бывает там, ну и для тех, кто хочет открыть для себя этот необычный город. Желаю вам душевного чтения. Будьте здоровы!